Всех приветствую на канале Tetra Games. Это маленький обзор по игре Dreadlauter, что в переводе означает страх смеха. Итак, друзья, это синглпэрерный хоррор. Мы играем за деваху, которая ехала к своим родителям, но у неё сломалась машина, и она решила скоротать путь до них через тёмный лес, в котором встретила такой вот дом. В этом доме живёт маньячелла с топором, который любит ржать. Ну, в общем, страшно, мистика, все дела. Меня удивило то, что в игре, где есть всего лишь одна локация, всего лишь один дом, совершенно неощутимо какая-то крутая графика. Тем не менее, игра достаточно требовательна даже для средних компов, всего лишь с одной локацией, что удивительно, реально удивительно. Добавить к этому хочется, что неоправданное отсутствие оптимизации дополнительно снабжается ещё и отвратительной озвучкой. Одни и те же звуковые спецэффекты. Сделано всё, короче, через жопку. Ну, всё-таки давайте обо всём по порядку. Героиня говорит, типа, привет, здесь кто-нибудь есть? Конечно, здесь есть кто-нибудь. Здесь же электричество есть. Наверное, кто-то живёт. Она не подумала об этом? Может быть, я здесь найду какой-нибудь телефон, говорит. Это одни из немногих фраз, которые были записаны для игры. В основном это ватафак, и типа, what is this? И всё. То есть, на самом деле, мне кажется, что героиня немножечко down. То есть, она знает всего пару фраз. Так, всё, мы... Так, мы в этом, в доме. What's this? What's this? Так. Всё нормально. Ну, у нас тут есть блокнотик для записи. Сразу, в общем, давайте пробежимся. Меня бесит в этой игре то, что есть неврастеничные коробки, которые сами по себе удёргаются. Ну, что за... Что за истерия, блин? Ну, ладно. Кстати, матрас можно попинать немножко. Не знаю, зачем. Но прикольно. Вот за этой дверью находится маньяк. Он активизируется, когда мы выполним определённые действия. Вы, наверное, думаете, что там, наверное, какая-то жилая комната, где он тусуется. Ни хрена. За ней идёт лестница вниз, и она выходит вот там, в главном зале, по сути, в котором мы были. И там можно бегать таким образом кругами. Да, вот забегать туда, пробегать по лестнике поверх, пробегать сюда, прыгать опять сюда, и таким образом мансить от маньяка просто до бесконечности. Ну, не знаю, будет мы так делать или не будем. Всё, всё, всё последовательно. Она говорит, что в этом доме ужасно пахнет. Походу, кто-то здесь вдох. Берём ключик. Сейчас будем открывать все двери подряд. Также я возьму все предметы, которые найду. Мне нужна будет кассета, дополнительная зажигалка. Ключ, поскольку у меня есть, я сейчас просто включу видеомагнитофон. Ну, он, по сути, мне не особо нужен. По-моему, он даже не относится никак к сюжету, потому что сюжет активируется немножко по-другому. И дальше. После того, как мы войдём в одну из комнат. Можно войти сюда, можно войти дальше. Давайте сюда войдём. Здесь вот можно открыть дверь. Так, дверь открывайся. Вот, открыли дверь. Сейчас он заорёт. Типа, это мой дом. А мы ему перекроем воду. Ну, прикиньте, моетесь вы в душе, и тут вам перекрывают, допустим, холодную воду. Или горячую. Здесь, кстати, тоже есть дверь. Можно тоже здесь прошарить, что здесь находится. Ну, мы видим, что вырубилось основное электричество. О, кстати, под нами есть комната с трупаком. Не знаю, мы пойдём туда, не пойдём, пока не уверен. Окей. Я вырублю зажигалку. Сейчас мы возвращаемся в то место, откуда изначально мы пришли. Непонятно для чего. Сейчас увидим маньяка. Убегай. Типа, уходи, убегай. Он уходит почему-то вот туда. И, походу, он там забагался. Не знаю точно. Давайте закроем на всяких учетах. Я тебя убью. Давайте заценим, что здесь находится. Здесь у маньяка несколько комнат. В комнате с расчленёнками, с различными, со скелетами. Она тут много орёт почему-то. Постоянно. О май гад, о май гад. Ну, в общем, в таком плане всё. Не очень интересно. Опа, 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 опа. Опа. Нет, нет, не смей меня. Нет. Нет. Аааа. Мы увидели тёчку и в этот момент нас загасил маньяк. На самом деле, ребят, я могу вас особо обрадовать. Мы практически видели. В общем, игра удивила, на мой взгляд, отвратительные звуки, отвратительная озвучка, отсутствие оптимизации, тупой сюжет. В общем, 2 из 10. Жесть. Я видал синглхроры получше. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Больше не отвлекаю. Субтитры создавал DimaTorzok